Балхашские дети могут остаться без школы. Волну протеста среди жителей Балхаша пробудила новость о том, что одну из местных казахскоязычных школ собираются закрыть. На днях состоялась встреча городского Акима Нурлана Обакирова с возмущенными родителями и учителями. Пока местный глава отрицает какое-либо конкретное решение по данному вопросу, мнение возмущенных остается категоричным. Специально из Балхаша наш корреспондент Аида Ибраева. Средняя школа номер 18, находящаяся в одном из микрорайонов Балхаша, работает 14 лет. Сегодня казахскоязычное учебное заведение, в котором обучаются около 600 детей, из всех близлежащих районов собираются закрыть. Здесь по планам местных властей должен появиться дворец детей, юношества и родителей. И учителя выступают категорически против таких изменений. Мы будем бороться, пока сил хватит. Будем требовать ответа Сакимата. Если нужно будет, дойдем до областного Акимата. Если надо будет, дойдем и до Мажелиса. Мы сделаем все, чтобы наши дети учились. Тем не менее, чтобы прояснить ситуацию, на встречу с недовольными вышел местный глава. По словам Нурлана Абакирова, школу закрывать никто не собирается. На сегодняшний день ни одного официального документа о том, чтобы что-то расформировать, кого-то там переселить, таких официальных документов Аким города не подписывал. Чтобы четко вы знали. Школу никто не закроет, говорит местный глава, а лишь расформируют в другие учебные заведения. Тем более, что в нынешнем здании школы, по мнению Абакирова, есть множество нарушений. Условия не соответствуют необходимым требованиям. Однако свое недовольство родители школьников объясняют отдаленностью других учебных заведений. К тому же транспортная сеть в городе также не налажена. В конце концов, родители сейчас правы. Было принято решение. Почему сейчас? Я не зашажу, но надо отвечать за свое решение, в конце концов. Я одна воспитываю троих детей. А вдруг мой ребенок через пару не дойдет туда. Меря изменичный край, а нам залог на охотное. Он без желатописка, графика, вообще невозможно. А где в охоте джюли? Залог на жиле кондуктора баллада джюмалай, потому что у них проездной. Они наличие не оплачивают. Закроют ли Балхашскую школу, пока неизвестна. Ситуация пока на рассмотрении. И как развернутся события, станет известно только после окончания учебного года. Учтяя интересы всех родителей, учительского состава и учеников, для того, чтобы попробовать и сделать так, чтобы именно восстановить то здание по функционалу и открыть здесь дворец детства, который должен быть. Аида Ибраева, Марат Култенов, Первый Карагандинский.